здравствуйте сегодня у нас такой вот старый потертый зажавевший чемоданчик даже ручка у него сделана из куска проволоки и замотана изолентой а на самом деле внутри находится старинный немецкий патефон производства фирмы нерона информации про эту фирму и ее патефоны и в интернете не так уж и много в основном они касаются детских патефонов известно что фирма производила патефоны в двадцатых тридцатых годах прошлого века когда сделана эта модель я так и не смог определиться но будем считать что это там конец двадцатых начало тридцатых году давайте теперь посмотрим на этот патефон и его части отдельно поближе в крышку патефона вмонтирован держатель для пластина здесь защелочка если открыть прижимную планочку тут с пружинки такая и сюда можно будет укладывать пластинки с которыми вы собираетесь пойти на вечеринку ну и соответственно защелкнем обратно что у нас внутри значит диск тормоз это вот ячейка для использованных иголок здесь зафиксирован тонарм здесь вот устанавливается головка в принципе здесь должен быть такой такая трубочка чтобы она фиксировалась посадочном отверстии но из-за того что головка не родная об этом чуть позже патефон попал ко мне не с родной головкой и уже немножко переделаны то есть на самом деле вот здесь вот головки должна быть вот такая трубочка чтобы транспортировки эту трубочку вставлять в это отверстие и она бы там свободно она бы там лежала но так как головка не родная уже была подвергнута переделки кончик тонарма вот другую трубку которая жестко здесь фиксирована теперь как собирается патефон значит во первых мы вынимаем трубку здесь вот у трубки есть такие вот вставлен стержень здесь есть такая прорезь значит мы одной стороной вставляем как другой попадаем здесь в прорезь и значит поворачиваем тонар мы вставили теперь второе значит одеваем головку достаточно жестко одевается тут еще есть на этой головке винтик ну угол наклона мы отрегулируем потом и здесь ручка значит ручка вставляется в отверстие спереди коробки значит мы сейчас немножко заведем его вот и заведем и пустим сняли тормоз вращается диск вот здесь вот находится регулятор скорости который позволяет подстраивать скорость вращения несколько слов о моторе конечно же старая смазка которая была в моторе уже изрядно загустела и создавала только лишние трения поэтому мотор вращался не очень хорошо разбирать полностью мотор мне было тесно говоря лень поэтому я применил свой любимый метод а именно взял аэрозоль тефлоновой смазки и обильно залил все вращающиеся движущиеся части этого двигателя значит аэрозоль он сделан на основе и по керосина какой-то добавки поэтому он как и vd-40 везде очень хорошо проникает и все везде смазывает мелкими частицами тефлона потом смазка которая в результате уже потеряла свою густоту я ее снял с вращающихся частей старую смазку и пути фон заработал вполне даже прилично как он работает мы сейчас посмотрим два слова о патефонной головки которая попала мне в комплекте значит патефонная головка называется маэстрофоник номер девять сделано швейцарии надо сказать что эта головка достаточно тяжелая вот вы сами видите 160 грамм весит головка поэтому с этой головкой проигрыватель работает только при полностью заведенной пружине и не до конца пластинки также мы попробуем другую головку это головка коломенского завода от советского патефона и весит она 112 грамм практически вот эта головка в полтора раза тяжелее чем головка от коломенского патефона и с этой головкой патефон играет значительно дольше на одном заводе для работы патефона я взял вот такие вот иголочки сделано в швейцарии громкий тон фартисимо и так как мне не охота портить пластинки которые есть меня в коллекции я взял вот такую битую старую пластинку только фрагмент послушаем это пластинки на патефоне чтобы увидеть как он работает поэтому это не так принципиально это не так принципиально а надежда в сердце светится 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 а теперь но мечты мои светлые разные проходят мимо юноши самые разные а а теперь мы послушаем с легкой головой от советского патефона если с тяжелой головой проигрыватель работал только при полностью завершении заведенной пружине и то непродолжительно то с более легкой головой он работает гораздо лучше а надежда черта светится 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 а светится еще хотелось бы обратить внимание на оригинальную конструкцию трубы то есть вот звук звук через тонар полы идет внутрь а там внутри такая полусфера и вот здесь отверстие он поступает обратно наверх такой специальный типа акустический усилитель играет громко вполне так ничего годится для какой-нибудь веселой вечеринки я думаю в наше время в качестве развлечения можно взять такой патефон на вечеринку и устроить такие ретро пляски спасибо